Сегодняшняя тема – друзья, партнеры и советчики. И действительно, надо ли иметь вовлечение других людей, когда двое молодых людей развивают взаимоотношения друг с другом? Конечно, может быть, взгляд самый разный. И кто-то может сказать, а зачем? Ведь это же сугубо такое личное дело. Что мы переживаем, как это будет происходить. И можно выстраивать отношения, ну как бы вот мы сами решим, мы сами разберемся. Но я хотел бы сегодня поднять этот вопрос, потому что считаю, что на самом деле социальное вовлечение других людей, оно может помочь действительно созреванию настоящей любви. Сергей Филинов. Пастор, религовед, кандидат наук, преподаватель, коуч. Автор учебных курсов, программ и тренингов. Автор и популяризатор церемонии «Истинная любовь ждет». Консультант по программе предбрачной подготовки. Женат, воспитывает трех дочерей. Мы уже говорили о разных этапах, которые бывают, и о том, какой правильный путь, какие есть сомнительные пути. И еще раз напомню о том, что иногда очень часто привлекает людей внешность, привлекает что-то такое физическое. Потом выстраивается эмоциональная какая-то привязанность, потом психологически, личностные какие-то качества привлекают. Потом уже доходит до социального окружения и, к сожалению, очень часто пренебрегает с такой духовной сферой. То есть, во что человек верит, к чему устремлен, каковы его глубокие убеждения. Так вот, сегодня, когда мы сейчас рассматриваем тему о вовлечении в таком социальном окружении, как оно может помочь во взаимоотношениях, я бы сказал, что очень важно, что начинать отношения следует не с физической, прежде всего, сферы привлекательности, а именно с духовной. То есть, вот то, что я вам описал, вот эту последовательность, когда физическое, эмоциональное, психологическое, социальное, духовное, перевернуть, и тогда будет правильный порядок. Что духовное, мы сначала присматриваемся друг к другу, то есть, что нас привлекает друг к другу. Каково наше посвящение Богу, каковы мы в служении, каковы наши намерения. А вот затем уже следующий аспект, это социальный, и то, чему посвящена, да, вот эта тема. Как же социальное вот это окружение нам может помочь? Я думаю, что прежде всего, когда мы на этапе знакомства, когда мы на этапе развития отношений, мы стремимся узнать больше друг о друге, то, конечно же, важно узнать, а каковы друзья того человека, с которым я хочу связать свою жизнь, да? Ведь недаром говорят, что по нашим друзьям судят о том, кто мы есть сами. И именно, зная друзей, как давно они знают друг друга, что их сближает, мы можем очень многое сказать о человеке. И я думаю, что неправ тот человек, который пренебрегает, который думает, что выстраивает такие особые отношения с другим, что неважно, как у него складывались до этого отношения с другими, с своими же друзьями. Я думаю, что социальный фон — это есть такое, знаете, зеркало определенное для человека. И можно обратить внимание, вот действительно, с кем этот человек дружил, что их соединяло, какие у них были ценности. Я думаю, это очень полезная информация. И мало того, порекомендовал бы узнавать не только друзей, а как человек вот в работе себя показывает, какой у него профессиональный интерес. Как он, через это можно увидеть, а как он справляется с трудностями, с какими-то сложностями. Как этот человек, мы будем отдельно еще говорить о взаимоотношениях с родителями, но как этот человек отвечает на те нужды, которые есть у людей вокруг. Вот представляете, вы где-то там находитесь на улице, да, там, или в кафе. И вот кто-то подходит, обращается за помощью, или, может быть, вот встали в очереди, и кто-то подходит, как ведет себя человек. Кто-то может сказать, возмутиться тем, что кто-то идет и встает без очереди, да. Но разная же реакция проявляется. Где-то человек возмущен, его охватывает гнев, и вы по этому можете увидеть, как он реагирует на какие-то сложные такие моменты, да. Ведь эта же реакция, она по большому счету показывает, а что внутри человека. Когда мы развиваем отношения с другим человеком, очень важно делать его естественной частью нашей жизни. Вспоминается пример, когда один служитель рассказывал, как он развивал отношения с девушкой, которая впоследствии стала его женой, но до того, как она стала, он говорил о том, что да, нам хотелось пойти куда-то вместе, провести время. Но я понимал, что это будет неправильно, если мы будем это делать наедине, если мы просто будем уединяться, и, конечно же, нас будут охватывать какие-то чувства, переживания очень важные. Но я делал ее частью той жизни, которую я проживаю повседневно. Когда я мог взять, пригласить своих братьев, там, сказать, что мы куда-то идем, не желаешь ли ты присоединиться. И это тоже пример такого, знаете, социального вовлечения, социального среза, оценки. То есть это помощь, которая нам может быть в развитии отношений. Потому что по-настоящему, если это серьезные, крепкие отношения, они не будут загораживаться от других людей. Они будут открыты для других. Я думаю, это тоже очень важный критерий. Вот когда мы выстраиваем такое пространство, да, наше, что мы назовем, да, где мы строим взаимоотношения любви, это сугубо наше, и мы никого туда не пустим. Или мы открыты, да, мы признаем, что мы выстраиваем отношения, но мы открыты для того, чтобы кто-то в другой мог войти в это пространство. И здесь нужна, конечно, мудрость. Понятно, что есть желание защитить любовь, но в то же самое время нужна и трезвость, чтобы понимать, что действительно это полезно даже для того, чтобы мы не замыкались, потому что мы можем что-то не заметить, что-то не увидеть, а друзья, которые по-настоящему друзья, они могут дать оценку. Знаете, нам очень важен взгляд со стороны, потому что есть вещи, которые мы не замечаем за собой. И вот настоящий друг, да, партнер или кому мы можем обратиться за помощью, он может дать свою оценку. И пусть у вас действительно будут такие хорошие друзья, хорошая поддержка. Сегодня у нас в студии гости Елена Палаткина, душепопечитель, христианский психолог, арт-терапевт и песочный терапевт. Елена Палаткина, душепопечитель, христианский психолог, бакалавр христианского душепопечения и психологического консультирования, сертифицированный арт-терапевт, член ассоциации песочной терапии. Что бы вы сказали парню, который бы, может быть, так бы отреагировал своей девушке, что зачем ты рассказываешь своим подругам, знакомым о том, как у нас взаимоотношения выстраиваются? Зачем ты это делаешь? У нас еще нет какой-то определенности, и нужно ли это? И если он даже вообще расстроится, обидится, вот как, что бы вы ему сказали? Ну, начнем с того, что делиться нужно с теми, кто может понести ваши бремена. И это не все подряд, далеко не все подряд. Поэтому, в общем-то, и существует наша профессия, которая действительно может понести такие бремена. С другой стороны, такому молодому человеку нужно рассказать действительно, в чем плюсы того, что происходит. Что, ну, я бы как объяснила, да? Что я в данной ситуации не знаю, как реагировать на твои заявления, на твое поведение. Поэтому мне нужна была некая консультация с человеком, чтобы, ну, мне с другой стороны, может быть, показали, как. Потому что, ну, на мой характер, я бы уже сказала, все, спасибо, до свидания. Вот, да, а тут вот, и такие, кстати, частые ситуации, когда люди приходят и начинаешь смотреть с разных сторон, успокаиваются, ну, да, но на самом деле, ну, ничего, он ничего не имел, это, он ничего не окрасил, ничего не имел в виду, а я уже себе все придумала. И как же я уже, мне еще предложение не сделали, но я уже внуков воспитываю, там, не то, что уже замужем, дети уже, внуки, да, долго и счастливо. Правильно ли я слышу, что в этом случае другие могут оказать поддержку, как бы, вот, увидеть реальность, не фантазиями предаваться, да, а вот посмотреть, как оно есть. Те, кто действительно, да, действительно заботятся, те, кто рядом, да, обязательно. Хорошо. И с другой стороны, те, кто завидуют или как-то не могут, не взрослые люди, да, то есть не прошедшие. Знаете, почему мальчишники, вот у нас сейчас вот это вот, мальчишники, они, девичники, очень размыты, да, у нас там, как правило, молодежь собирается. А что было раньше, знаете? Нет, поделитесь об этом. Это очень интересно, потому что, когда молодой человек принимал решение жениться, он говорил, папа, я решил жениться. И он приезжал, папа говорил, не, девушка не наша, и на этом все заканчивалось. Он говорит, папа, да, девушка наша, товар хороший, будем брать. Приезжает к ее папе, говорит, наш купец, ваш товар. Папа говорит, нет, мне неинтересно, на этом заканчивалось. Да, хорошо, ему приносили подарки, они в этом договаривались, шли к невесте, спрашивали невесту, а готова ли она на это. Она говорила, нет, нет, да. Но, когда свадьба собиралась, они расходились, она давала, да, они расходились по разным домам, и мужчины, взрослые, учили, как обустраивать для жены быт, как с женой себя вести, что для нее нужно приготовить в доме уже, чтобы жена была довольна. Вот, и жену учили, ну, женщины уже, да, как ублажать мужа, как ему помогать, что делать. То есть это уже взрослые женщины и мужчины, которые уже прожили. И ни у кого не возникало возражения, все принимали помощь, да, и тем самым учились, и семья становилась крепче. Гордыня, гордыня, у нас очень великий грех. Да. Спасибо вам большое за ваши вот эти пожелания, откровения, да, за участие, и за то, что вот смогли поделиться таким очень важным советом. Вопрос такой. Она видит во мне только друга. И как же мне изменить ее отношение к себе? Я думаю, что в этом вопросе на самом деле есть сложный момент, потому что здесь как? Вопрос о том, как я могу ее изменить. И, ну, вообще-то мы не призваны к тому, чтобы другого изменить настолько, чтобы он захотел именно вот нас принять в большем статусе, чем друг, да, вот. Ну, невозможно. Конечно, в интернете сейчас есть даже такие всякие штуки, которые звучат примерно так. Как влюбить в себя, да, как сделать так, чтобы ваши отношения были действительно романтичными, особенными. И ведь мы же не за этими советами гонимся. Мы действительно хотим узнать Божью волю. Какова она? И вот причина, почему она принимает вас как друга, что это для нее значит? Я думаю, стоит узнать подробнее. Стоит заглянуть глубже и спросить, а почему, что, вот эти дружеские отношения, они ценны для тебя? Я знаю случаи, когда бывает так, что девушка неопределена была в своих эмоциях, чувствах, переживаниях, и имеет ли она особые чувства по отношению к человеку определенному. И когда ей начали задавать такие вопросы, а звучали они прямо так, а вот с кем тебе удобно проводить время, с кем тебе приятно проводить время, с кем тебе легко общаться, то вот после таких вопросов почему-то звучало одно имя. Постоянно звучало, звучало, и человек, задававший вопросы, это мудрый человек, верующий, потом говорит, слушай, а тебе не странно, что ты отвечаешь, и ты вот постоянно одного человека упоминаешь. Может быть, в этом есть что-то большее. Знаете, в этой ситуации как раз-таки есть такой момент, что кто-то дал свою оценку со стороны, она смогла задать себе вопросы, ответить на них, и вдруг заметить, что, слушайте, это не просто, что он для меня друг, он для меня гораздо более значим, гораздо ценнее, и поэтому я хотел бы развивать отношения. Может быть, это и есть тот случай, который у вас. Вот, поэтому молитесь, прежде всего обратитесь к Богу с молитвой, чтобы он открыл и ей, чтобы открыл вам, как действительно вам дальше продвигаться, какова Божья воля. И если она в том, чтобы вы действительно были вместе, то этим стоит поделиться, также сказать, что, слушай, я верю, что есть что-то большее для нас. Я хотел бы, и может быть, даже дойдет до того, что взять и сделать предложение. Да, может быть, вы не уверены, потому что, знаете, что пока она не уверена вам ответить согласием, но, знаете, со своей стороны вы тогда точно будете знать, вы сделали все. И если вы сделали со своей стороны все, то в этом тоже, услышьте, есть определенный мир, который может прийти, мир, который в том, что вы попытались, вы сделали. А те усилия, которые вы делаете над собой, вы знаете, они запечатлеваются в вашем характере. Я думаю, что, несмотря на то, как произойдет ответная реакция, вы многому научитесь, если вы поступите именно так, как Господь вас призывает. Так что пусть действительно Божья мудрость пребудет на вас, чтобы ваше желание было не влюбить ее в себя, но действительно, если вы любите открыться еще больше, услышать, какова Божья воля, донести это, и в смирении ожидать, каков будет ее ответ. Да поможет вам Господь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова